Время новостей на телеканале Север в студии Ирина Цепетова. В Денинском округе в 412 километрах от Наринмара в районе месторождения Савейска вертолет Ми-8, принадлежащий коме «Авиатранс», совершил аварийную посадку. На борту воздушного судна находились 11 человек и три члена экипажа. Как нам сообщили в инспекции по безопасности компании, причиной аварийной посадки стала техническая неисправность. В последнее время информация о происшествиях с вертолетами поступает со всех регионов России. Так, например, 27 июня в Кемеровской области потерпел катастрофу вертолет Робинсон Р-44, находившиеся на борту пилоты и два пассажира погибли. В Ханты-Мансийском автономном округе уже 12 дней продолжаются поиски вертолета Ми-8 авиакомпании «ЮТЕР Вертолетные услуги», который 3 июля выполнял санзадание из Сургута в Нижневартовск. 9 июля спасатели обнаружили на берегу реки Опь фрагмент лопасти вертолета. Чуть позже в том же районе обнаружено тело второго пилота. 13 июля на дне АБИ были обнаружены элементы шасси вертолета. На борту находились три члена экипажа и два медика. Причиной аварии могла стать непогода. По данным пресс-службы, который принадлежал Ми-8, в ту ночь была низкая облачность, местами гроза. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. 15 июля в Москве состоялось совещание по подготовке доклада о состоянии и перспективах российского рыболовства, в котором принял участие губернатор округа Игорь Кошин. В рамках встречи руководители регионов и профильных ведомств обсудили принятую структуру и содержание доклада. Документ станет итоговым аналитическим источником, который будет представлен президенту осенью и ляжет в основу поручений главы государства. Ненецкий округ также подготовил предложение в проект перечня поручений президента России, в их числе передачу полномочий, связанных с оперативными ограничениями рыболовства во внутренних водах, с федерального на региональный уровень и пересмотра распределения доходов от использования водных биологических ресурсов в пользу бюджетов субъектов Российской Федерации. Также округ выступил с инициативой создания реестра лиц коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, для которых рыболовство является основой существования. Право получения квот на добычу водных биоресурсов для традиционной хозяйственной деятельности будут иметь только лица, внесенные в этот реестр. Все предложения от регионов и ведомств сейчас находятся в стадии рассмотрения, отметил глава региона Игорь Кошин. Наша основная задача – разработать работающие механизмы и ликвидировать административные преграды, чтобы у жителей округа была возможность ловить рыбу, снабжать свои поселения свежей и качественной рыбопродукцией, и не считаться при этом браконьерами, отмечает Игорь Кошин. Если говорить о глобальных целях, которые сегодня решает рабочая группа, то одна из них – возрождение отечественного содостроения. К сожалению, сегодня построить новое рыболовецкое судно в разы дешевле за границей, нежели у нас. Финальная версия доклада о состоянии российского рыболовства должна быть готова к концу лета. Семгу и горбушу ловить можно. С 15 июля в Центре природопользования и охраны окружающей среды Нинецкого округа начали выдачу платных путевок на рыбопромысловые участки Чайкина и городской, предназначенных для спортивного и любительского лова. На каждого рыбака выдается одна путевка сроком на сутки, которая дает право выловить по одному экземпляру семги и до 10 килограмм горбуши. Стоимость одной такой путевки составляет 1 тысячу рублей. Отчитаться за улов рыбаку нужно в течение пяти суток после удачной рыбалки. Если рыбак поймает больше, чем положено, то он записывает добычу в путевом листе, чтобы потом доплатить за перебор. В противном случае нерадивый добытчик предстанет перед надзорными органами. Ловля рыбы осуществляется по правилам северного рыболовства. Брошюру с правилами для рыбаков может получить каждый, обратившийся за разрешением на добычу рыбы. Квота на спортивное и любительское рыболовство на участке городском составляет 1500 тонн семги и 1035 тонн горбуши. В районе Чайкина по одной тонне обоих видов рыб. Правила, однако, соблюдают не все. Споличным удалось поймать браконьеров, которые под видом туристов отдыхали на территории памятника природы регионального значения «Каменный город». Сотрудники Центра природопользования и охраны окружающей среды совместно со стражами порядка задержали злоумышленников во время надзорного рейда. Нарушителями закона оказались жители Республики Коми. На берегу реки Белой они разбили палаточный лагерь и незаконно ловили рыбу. Сотрудниками полиции было изъято две лодки, два лодочных мотора, две рыболовные сети, шесть спиннингов и десять хариусов. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следственные действия полицейские провели прямо в палаточном лагере. Как выяснилось, в нем проживало шесть жителей Республики Коми. При себе они имели разрешение, которое давало право находиться на территории памятника природы. Правда, только в качестве туристов. Дома для оленеводов построили, а заселять не торопятся. В Красном пустуют десять жилых строений. Кто затягивает новоселье? Коренным малочисленным народам Севера расширили права. Поправки в федеральный закон подписал президент страны. Плату за капремонт могут снизить до рубля за квадратный метр для всех субъектов Российской Федерации. Такие поправки в жилищный кодекс предложили внести в Госдуму. По задумке депутатов, исключение нужно сделать только для жителей Крайнего Севера, которые будут платить по два рубля за квадратный метр, так как строительная работа там обходится дороже. Эту информацию прокомментировал Павел Масюков, генеральный директор фонда содействия реформированию ЖКХ. Он у нас в студии. Павел Александрович, здравствуйте. Расскажите, какие поправки сейчас уже внесены в жилищный кодекс Российской Федерации? Действительно, 14 июля рядом депутатов Госдумы были внесены данные поправки. Они будут рассматриваться Государственной Думой. Основные моменты и то, что в домах, в которых ремонт государства не привело, необходимо их освободить от платы и ввести символическую плату, которая будет установлена на уровне федерального закона ЖКХ. Рубль для всех регионов, для Крайнего Севера 2 рубля. По поводу того, насколько практически это будет применяться, могу сказать то, что в настоящее время у нас в среднем стоимость капитального ремонта на 1 квадратный метр жилья стоит по деревянному дому 50 рублей с квадратного метра. То есть в среднем это где-то 13 миллионов стоимость ремонта комплексного деревянного дома. Если поделим на площадь 600 квадратных метров на 12 лет и на 30 лет и на 12 месяцев, то в среднем где-то получается около 50 рублей. У нас установлен размер платы 6 рублей 50 копеек. на уровне федерального стандарта, установленного на администрации. То есть по логике разницу должен возмещать бюджет. То есть потому что если мы не будем возмещать, то тогда получится, что у нас к концу программы будет большой недостаток средств на ремонт домов. То есть те дома, которые мы сейчас некоторые отремонтируем, а денег на остальные дома не хватит. С учетом, если это будет введено рубль и 2 рубля, вопрос станет только о том, кто будет платить 48 или 49 рублей. Поэтому если это будет обязанность бюджета, мне кажется, что не совсем правильно на уровне федерации устанавливать размер взноса. Потому что в настоящее время это вынесено на уровень субъектов. То есть субъект, исходя из своих особенностей, исходя из состава жилфонда, то есть больше приобретают новые дома, либо старые дома, он может решить, какой размер взноса установить. Соответственно, устанавливая тот или иной размер взноса, он рассчитывает то, что разницу он будет возмещать. Поэтому мне кажется, что было бы логичнее все-таки также оставить за субъектами право устанавливать размер взноса. Ну вот, а еще там была поправочка именно о том, чтобы освободить дома, которые ни разу не ремонтировались, да, там не исполнил муниципалитет, либо государство свои обязанности. Мы тоже склоняемся к этой же позиции. И, соответственно, рекомендовали муниципалитетам о том, чтобы они провели комиссии, определили дома, в которых требуется ремонт, все остальные исключили. При этом сейчас действует постановление администрации. Мы также участвовали в разработке этого постановления, которое позволяет муниципалитетам тратить свои деньги на ремонт домов. При этом они получают межбюджетный трансфер, субсидию из окружного бюджета на выполнение своих обязанностей, как бывшего наимодателя. Оно сейчас действует, то есть там выделяются даже деньги по этому постановлению. Поэтому вот части невыполнения обязанностей у нас это действует. То есть мы согласны с теми, кто внес этот законопроект. И, в принципе, сейчас с учетом последних изменений, которые вступили в силу с 1 июля, субъект вправе принять решение о тех домах, которые он хочет сносить, либо реконструировать. Соответственно, эти дома исключаются из программы капитального ремонта, и собственники не платят взнос. То есть 1 июля такая право донос. Соответствующие поправки сейчас будут внесены в окружной закон, то есть переведен в соответствии с федеральным. Поэтому с сентября месяца, я думаю, что если будет принято решение субъектом, то есть у нас программа по капитальному ремонту немножко уменьшится. Тем более нам разрешили сейчас использовать государственную поддержку на обследование домов. То есть мы можем помочь в данном случае субъекту провести эту работу, то есть которая уже у нас началась сейчас. Поэтому вот что-нибудь такое. Павел Александрович, вы сказали, что поправки вступят в сентября. А куда уйдут деньги, которые собственники аварийных и домов, подлежащих реконструкции, платили до этого? Значит, по законодательству, то есть если в той редакции, которая сейчас есть, средства, собранные по домам, которые признаны аварийными, подлежащими сносу, используются на цели сноса. А в случае, если собственники не снесли дом, тогда муниципалитет изымает земельный участок для нужд, то есть для муниципальных нужд. И выкупается каждое помещение у собственника. И вот тогда, когда уже идет изъятие земельного участка, тогда уже возвращаются деньги каждому собственнику, которые были собраны по дому. Поэтому пока такой порядок. Конечно же, мы хотели выйти, ну, то есть надо, наверное, выходить на федеральный уровень, чтобы все-таки возвращать деньги не только в случае признания аварийным, но в случае исключения из оригинальной программы. Потому что смысл ждать, то есть дом может быть исключен из программы, а снесен только через 10 лет. То есть вот эти 10 лет деньги будут лежать на счете. Ну, конечно же, они будут использоваться, но вернутся они собственникам только через 10 лет. Ну, то есть это немножко, мне кажется, нелогично. И последний вопрос у меня, Павел Александрович. Как обстоят дела с собираемостью взносов в округе? В настоящее время у нас собираемость составляет 65%. Это, так сказать, начисленные за июнь и оплаченные за июнь. Ну, имеется в виду обостояние на июнь. Значит, у нас, ну, почему 65%? Есть некоторые юридические лица, у которых ведомственные квартиры, у которых большая задолженность. Также есть задолженность, могу сказать, и у гос некоторых органов, и у федеральных структур, ну, это из юридических лиц. Плюс не платят практически там магазины, находящиеся там в сокольных помещениях, либо, на первых, это же в настоящее время работу мы с ними проводим, да, то есть в том числе в случае неоплаты будут иски поданы в суд. И также было направлено порядка 1600 писем собственникам помещений, которые ни разу еще не платили. То есть, если в случае неоплаты до 1 августа, соответственно, мы будем вынуждены подать иски в суд в части изъятия. При этом могу обратить внимание, что поправками, которые вступили в силу с 1 июля, договор о формировании фонда, который в настоящее время должен был заключен собственником, его отменили. То есть теперь в силу закона все нормы, все обязанности собственника, все обязанности регионального оператора у нас, как стороной договора, они прописаны в федеральном законе. Поэтому этот договор теперь не имеет силу, ну, то есть смысл его заключать, если все нормы прописаны в федеральном законе. Поэтому не обязательно заключение договора, чтобы плачивать за нас. Спасибо, Павел Александрович. В поселке Красная дома, построенные для оленеводов и чумработниц, продолжают пустовать. Уже восемь месяцев строение возвели еще в декабре прошлого года, однако жилье между хозяевами до сих пор не распределено. Кто затягивает процесс и когда, наконец, оленеводы и чумработницы отпразднуют новоселье, узнаем прямо сейчас. О том, что многие оленеводы, работающие в окружных СПК, остро нуждаются в жилье, говорят много и на разных уровнях. В Красном эта проблема с мертвой точки сдвинулась. В поселке построили 10 домов по новой и незнакомой нашему региону технологии. Строение возвели из специального пенопласта в буквальном смысле. Стоят такие дома примерно столько же, как блочные, вот только строятся они гораздо быстрее. В декабре прошлого года жилые здания уже были готовы к заселению, но этого не произошло. Очень жаль, что такие хорошие дома простаивают. Люди, которые нуждаются в улучшении жильщих условий, не могут никак перейти в эти новые дома. Разделить квадратные метры между семьями оленеводов задача управления по делам коренных малочисленных народов Севера. Однако процесс тормозится уже 8 месяцев. Очевидных виновников нет. Затянулся сбор документов. Многие оленеводы находятся в тундре, поэтому собрать все необходимые бумаги и сдать их в управление по делам КМНС для них проблематично. Просто объективная причина, они просто отсутствуют на месте здесь. Плюс то, что у нас там произошли изменения в составах семей у людей. Кто-то развелся, у кого-то там ограничения по родительским правам и так далее. Соответственно, здесь нужно было решать вопрос, чтобы максимально учесть интересы детей, ну и соблюсти все законодательство. На сегодняшний день все документы уже собраны и подготовлены. С обеих сторон долгожданное новоселье, оленеводы и чумработницы смогут отметить уже в августе. Олег Танзейский, Сергей Качугов, Телеканал Север, Красное. Малочисленным народом расширили права. Президент страны Владимир Путин подписал поправки в закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. В соответствии с новой редакцией федерального закона, органы местного самоуправления наделяются правом создавать на общественных началах советы представителей малочисленных народов для защиты их прав. Советы могут создаваться при главах муниципальных образований в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. Таким образом, устраняется препятствие, не позволявшее коренным малочисленным народам реализовывать на практике свое право делегировать уполномоченных представителей в советы представителей этих народов при органах местного самоуправления. Важность и нужность такого общественного института отметил начальник управления по делам коренных малочисленных народов Севера Алексей Ордеев. Несомненно, любые общественные институты, которые могут быть созданы на территориях муниципальных образований, они важны. То есть, через эти институты мы можем, в принципе, услышать мнение населения по важным для них вопросам. Ну, в частности, если мы говорим о общественных институтах, которые будут отражать интересы и мнение коренных малочисленных народов Севера, несомненно, в национальных поселках, как мы сегодня их называем, они должны, наверное, быть. И хорошо, что они предполагаются к созданию при органах власти. То есть, на сегодняшний день муниципальное образование будет иметь хороший инструмент, через который они могут получать мнение коренного населения по жизненно важным вопросам. В Ненецком округе сегодня проживают более 7,5 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера. В большинстве своем они представлены ненцами. В окружном УМВД стартовала акция «Электронная полиция». Стражи порядка рассказали, как не выходя из дома, зарегистрировать оружие или автомобиль, узнать задолженность или оплатить штраф за нарушение. Быстро и практично в регионе стартовала специальная информационная акция «Электронная полиция». Цель – привлечь как можно больше граждан к возможности получения госуслуг в электронном виде. Тем более, что такой вариант серьезно экономит время. Получить необходимую справку, не теряя время в огромных очередях, вполне реально. Но об этом почти никто не знает. Статистика показывает, за 6 месяцев текущего года через интернет обратились в полицию всего 6% от общего числа заявителей. Тогда как в других регионах показатель равен 40. Воспользовавшись порталом госуслуг, человек, даже сидя на диване, может зарегистрировать свой автомобиль, ставить заявку на получение водительских прав или оформить необходимую справку, к примеру, об отсутствии или наличии судимости. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получаете доступ ко всем услугам портала, в том числе, которые оказываются нами. Зарегистрироваться на портале госуслуг, адрес сейчас вы видите на своих экранах, довольно просто. Необходимо ввести свои данные, получить код доступа, затем зайти в саму систему и выбрать необходимое вам поле меню, а дальше следовать указаниям на сайте. С помощью интернета пользователь вправе заказать любые услуги, предоставляемые полицией, а их несколько десятков – от получения лицензии на покупку оружия до регистрации автомобиля. И самое главное – никаких очередей и ожиданий. Можно в электронном виде через портал www.gosuslugi.ru записаться на получение либо обмен водительского удостоверения, запросить справку о наличии либо отсутствии транспортных средств, запросить справку о наличии либо отсутствии административных правонарушений. Стоит отметить, что для удобства граждан на сайте УМВД России в Анининском округу размещена специальная памятка. На ней отражена вся самая важная информация, а именно, как воспользоваться госуслугами через интернет. Благодаря акции «Электронная полиция» стража порядка надеются, что уже в ближайшее время очереди в кабинетах заметно сократятся. Олег Танзийский, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». 17 июля в 12 часов 15 минут в прямом эфире на радио «Север-ФМ» и на «Ринмар-ФМ» выйдет программа «Гостиная». Тема эфира – предоставление путевок мать и детям. На вопросы ведущей Анастасии Максимовой ответит ведущий эксперт отдела назначения выплат семьям, имеющим детей Елена Будилова. Если вы хотите задать свой вопрос, звоните по телефону автоответчика 456-41. Это были все новости от наших корреспондентов. Далее прогноз погоды.